здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в новом моем видеокурсе посвященный очень красивой качественной галереи для джумла курс называется модная галерея для джумла сейчас мы с вами находимся на сайте разработчика адрес вы видите здесь можете сами перейти если вы не знакомы с данной галереи чем она хороша сейчас в этом уроке я вам расскажу и в последующих уроках будет полный разбор данной галереи я вас научу как без труда вообще тут абсолютно без всяких знаний программирования нигде править код не нужно все четко работает данную галерею я установил себе также создал себе сайт позже покажу вам его и так сейчас мы находимся на сайте разработчика как я уже сказал хочу вам показать демонстрацию то что нам показать разработчик что здесь есть во первых отображение вот таких миниатюр первый вариант также можно разместить вот такие кнопочки с вашими названиями то есть это идет как бы сортировка можно по-своему организовать вот посмотрите как красиво сменяется эффект также эффекты при наведении мыши на миниатюру можно менять легко свои цвет вот этого эффекта весь там белый появляется можно любой другой цвет название свои а также здесь если мы посмотрим на меню здесь нам показан вот такой вариант почему назвал я этот курс модная галерея потому что сам эффект отображения миниатюр в данный момент считается популярным и достаточно свежим то есть смотрите одна картинка миниатюрка маленькая рядом большая то есть система сама как бы определяет какие картинки дело большими какие маленькими посмотрим другой вариант также здесь имеется такая функция lazy load то есть это плавная загрузка если у вас будет отображаться на странице много изображений чтобы сайт быстрее грузился изображение будет появляться только тогда когда человек прокрутить страницу вниз то есть когда изображение будут видимы то есть первом экране перед глазами человека то есть пока они внизу они не подгружаются тем самым сайт грузится быстро здесь вообще все продумано что касается адаптивности разработчик внизу вот здесь предлагает просмотром планшета мобила давайте посмотрим клику как будет выглядеть в планшете мобила у нас перестраиваются то есть адаптивный дизайн все хорошо вы видите как все работает ну при клике здесь смотрится вот так опять же телефон если смените ориентацию то есть в другом отображении будет смотреться лучше так давайте вернемся компьютерной версии также можно разбить не только по категориям но и создать папки с альбомами то есть вот так вот например будут альбомы если заходим внутрь у нас в каждом альбоме будет иметься например ряд каких-то фотографий также есть возможность загружать водяной знак на изображение вот вы видите в середине есть такой водяной знак также если мы кликнем на изображение так давайте перейдем в другую галерею есть возможность если мы наведем мышь вот на этот флажок есть возможность сделать лайк в одной из социальной сети вконтакте к сожалению нет и также можно просто поставить как бы лайк за фотографию то есть если вам она нравится также можно здесь комментировать фотографии но в данном примере я не вижу здесь комментарии где-то наверное здесь в меню это есть я вам покажу сейчас свой сайт комментарий подключается от сервиса дискусс очень легко и внизу вот так под фотографии будет такая форма комментариев что касается навигации здесь вы сами решаете сколько на странице отображать изображение прежде чем появятся вот такие вот стрелочки и циферки странички до клик на вторую страницу причем это мы можем менять есть такой модный эффект как бы показать еще то есть не страница просто одна кнопка мы кликаем изображение появляются еще я организовал у себя на сайте сейчас я вам это продемонстрирую помимо самих изображений можно вставлять очень легко видео с youtube или в имею то есть также вот будет миниатюрка то есть можно прям разбавлять как и фотографии так и видео все в одной например директории вот здесь есть видео показано смотрите как будто бы изображение фотографии если мы кликнем у нас ведь здесь извинил видео есть то есть который проигрывается как бы все нормально и можно так стрелочками видите переключаться не выходя до из просмотра то смотрите не только видео вот здесь вот видно кнопки youtube в имею известный сервис soundcloud то есть здесь получается можно вставить аудио трек то есть там у нас будет поле html то есть где мы можем вставить какой-то код видите даже музыку можно так слушать и соответственно вот html фрейм если мы кликнем здесь просто отображается сайт то есть можно вывести еще и сайт в общем очень крутая галерея вот кстати discuss comment здесь тоже показано если мы перейдем внутрь подгружается видите внизу комментарии сами комментарии вот эта формочка она ровно подстраивается по ширине вот этого изображения соответственно если следующее изображение шире то она подстраивается не вылазит за края все классно здесь проделана все очень здорово более детально если что-то забыл можете просто перейти на адрес разработчика и посмотреть вот здесь вот в меню представлены все возможные настройки эффекты вообще все весь функционал здесь представлен если что-то забыл самое важное я перечислил итак переходим на мой сайт вот я организовал у себя как вы видите здесь цвета другие как я и говорил что здесь все легко меняется я разграничил фотографии по месяцам то есть я здесь размещаю свои фотографии вот видите при наведении эффект желтый кстати прозрачность тоже управляется в настройках компонента можно делать менее прозрачный или более вот этих вот эффектов и также вот здесь эффекты у нас все работают по месяцам показать все и вот вы видите такая кнопочка показать еще я решил эффект оставить такой кликаем и так будет продолжаться пока не закончится изображение который вы загрузили к себе на сайт и вот здесь тоже эффект lazy load показал когда изображение заканчивается кнопка меняется точнее текст на кнопке меняется наверх мы кликаем у нас перебрасывает наверх и соответственно вот тоже сейчас вам покажу здесь тоже ведь вот эта подложка наверху тоже единого цвета я выбрал желтый цвет она у меня желтая имеет прозрачность тоже это можно управлять и здесь вот пожалуйста форма комментариев из того что изображение маленькая здесь у меня узкая поэтому форма комментариев здесь выглядит так уже если мы возьмем какое-то широкое изображение например вот это вот то здесь вы видите да уже смотрится поинтереснее также водяной знак я здесь разместил в нижнем правом углу вот висит цвет крестика поменялся даже вот эти вот стрелочки желтого цвета то есть все можно построить идеально под ваш дизайн вашего сайта например если вы используете где-то уже на рабочем сайте я создал новый сайт и он у меня имеет только эту галерею здесь мне больше ничего не нужно поэтому я определил себе желтый цвет мне он понравился такой оттенок и я его здесь везде использую также html можно вставлять еще и под фотографию из-за того что здесь нет нужных социальных кнопок смотрите я вот здесь разместил и от сервиса социальные кнопки но не сильно обнадеживайтесь так как работает это не очень хорошо если мы перейдем на следующее изображение и вернемся назад социальные кнопки пропадают или если мы закроем и вновь откроем их здесь нет но здесь можно использовать что другое можно здесь добавить какой-то текст если вы например здесь заголовки не хотите описание вешать здесь вот на белом фоне можно легко написать текст со своим эффектом там жирности цветом и так далее наклон подчеркивание это все можно здесь сделать вот в принципе наверное все о этой галереи более детально с ней ознакомиться вы еще успеете со следующего урока мы уже будем устанавливать на чистую джумлу и будем рассматривать шаг за шагом настройки этой замечательной галереи на этом здесь все и увидимся в следующем уроке